В столице республики Магасе сегодня запустили новые очистные сооружения для объектов всесезонного туристического центра. Они рассчитаны на переработку 5000 кубометров сточных вод в сутки. Проект реализован благодаря федеральной целевой программе. На открытии побывали почетные гости. Репортаж Ирины Тичоевой. Новые очистные сооружения открытые и экологическая безопасность ряду объектов теперь обеспечена. Председатель правительства Ингушетии Руслан Гагеев отметил, что Магас стремительно растет. Появляются новые учреждения, школы и детские сады. Поэтому город не должен испытывать проблемы с нехваткой мощности очистных сооружений. Нам необходимо было такое инженерное сооружение. Мощность этого комплекса позволяет на сегодняшний день обслуживать и частично городскую инфраструктуру города Магас. Я хочу поблагодарить всех тех, кто принимал участие, особенно тех строителей, саму организацию, руководителя. Искреннюю признательность выражаю всему руководству Федерального агентства по туризму. Особенно лично ваша помощь, Николай Владимирович. Спасибо вам вообще. Я считаю, что правительство Ингушетии, во-первых, исполнило свои обязательства в соответствии с соглашением между Ростуризмом и правительством Ингушетии по реализации федеральной целевой программы развития внутреннего въездного туризма. Ну а жители Ингушетии, жители Магаса получили качественную инженерную инфраструктуру, которая будет влиять в дальнейшем на социально-экономическое развитие и города, и региона в целом. Здесь возводятся очень современные, хорошие, различные по всем направлениям объекты. И, конечно, и для этих объектов, и, в первую очередь, для самих жителей очистные сооружения, а не как вода, воздух были необходимы. Фотовые и промышленные стоки, большая экологическая проблема, канализационные очистные сооружения рассчитаны для объекта всесезонного туристического центра Ингушетии, башни согласия, дома торжеств и аквапарка, который уже скоро откроет свои двери для всех желающих отдохнуть. Мощность новых очистных сооружений действительно впечатляет. Объект рассчитан на ежесуточную переработку 5000 кубометров сточных вод. Помимо прочего, он обеспечит 20 рабочих мест. Проект реализован благодаря федеральной целевой программе. Очистные сооружения полностью соответствуют современным стандартам. Проведены масштабные работы по прокладке трубопроводов, водоснабжению из напорных полипропиленовых труб. Установили водонагреватели, водомеры и оборудование распределительных щитов. На данном отсеке мы видим грязную воду, где происходит наращивание биомассы, очищение воды. В данной половине у нас проходит очищенная, осветленная вода уже уходит в город, в речку Сунжи. Были старые очистные сооружения, но они строились, когда еще только магаз закладывался, и объем маленький был. А это уже на 5000 кубов. И тут чуть-чуть технологии, а не биологической очистки. Для них и территории меньше надо. Вот это все очистные на одном гектаре построены. Тут очищение происходит за счет бактерий. И среда для них создается, запускается воздух. Но это еще не все. Чтобы сотрудникам было легче работать со сложной техникой, помимо прочего, функционирует и дополнительное оборудование. Здесь мы находимся в блоке компрессорных установок. Здесь мы видим четыре компрессора, которые обеспечивают бесперебойную подачу воздуха на наши блоки биологической очистки, которые позволяют нам очищать наши стоки. В рамках федеральной целевой программы в Ингушетии с 2014 года успешно проведено строительство комплекса, обеспечивающей инфраструктуры, газопровода, водопровода, локальных очистных сооружений, появление нового объекта и еще одна забота о жителях и экологии региона. Рина Сычоева, Майрбек, Межоев, Новости 24.